get fun на связи продолжаем после застольную раскачку и в этом ролике поговорим про мечту адмирала фишера линкор инкомпарабле и я покажу вам такой бой от которого практически уверен сорвет башню у каждого кто верит в силу британских кошек жмите лайк если уже пришли в себя после новогоднего застолья а я ж тем временем поблагодарю бустеров которые поддерживают канал во время выключенной монетизации если тоже нравится видео и не хотите чтобы они пропали вступайте в наше морское братство бустеров и получайте ранний доступ к обзорам и розыгрышам ссылочки в комментариях ну а на старте проважная данный бой не стоит воспринимать как к обзору такое видео уже был на моем канале и его можно посмотреть по подсказкам актуальность выводов старого ролика не вызывает вопросов даже в этом году если пропустили обзор и даже не смотрели ролик про все остальные корабли адмиралтейства то озвучу сейчас парочку важных нюансов концепта чтобы вы понимали что же будет приходить на экране и почему ведь этот корабль имеет отличные ходовые данные и незаметность что составляет ключ его живучести а линкорной брони тут по сути нет так как фишер считал что ее много для успеха не нужно а вот что для победы важно так это стволы да побольше и потому сюда загрузили сразу 508 миллиметровую артиллерию способную вытаскивать душу из любого противника в любой проекции короче дальше мы посмотрим в бою на что способна самая хрустальная и самая мощная пушка игры и надеюсь вам такая реализация понравится давайте он и маточку знаете я очень часто говорю что ямато очень зря многие воспринимают как стоятель от носа да и почему я так говорю ну потому что вот 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 такую цель знаете дамажить само удовольствие он же даже не двигается не сопротивляется а при этом никто бы не сказал бы что то стаделька у него абсолютно защищена да то есть в принципе вот маленький отчасти слабый до кресерочек с гораздо меньшим весом залпа нежели у нашего противника но давайте посмотрим чье кто будет в дуэли посильнее у панцы блин жалко уже без цитадели кстати зафорсировал мало ли то есть видите я по хопа хопа и маленечко пытаюсь увернуться то есть он по мне не попадает он пытается нельзя сказать что он совсем беззаботен ни в коем случае но просто когда он вот так вот стоит на месте в него просто проще попадать вот только-только начал разгоняться да там уже совсем по-другому пошло дело но размен уже него пользу он почти же потерял корабль а мы из этой ситуации вышли практически на халяву получив линкорчик вообще замечательная ситуация да давайте попробуем чё вот тут у нас конечно все сразу отвали бы это вот тут по моему начинается самое интересное давайте на скорости поближе поближе под подойдем и попробуем кому-нибудь чем-нибудь сделать вот к тому момент когда мы подошли у колумба хп почти закончилась а мы тут убежали а мы торопились как раз на последний шажочек успели то как раз да шажочек пирожочек ой кстати смотрите еще один такой товарищ который а чё бы мне не постоять на дистанции по мне же никто не стреляет и не пофугасить чего-нибудь там ну давай посмотрим на их повезло тебе за остров я заехал о шезлончик да я как раз хотел шезлончик ну я кстати и в деревню бы хотел бы шезлончик да ну и в этом бою конечно за цитадель шезу это прям вообще прям кайф жаль счета жаль что-то всквозе сквозе пролетели все мои желания там тормозил да слушайте ну все мы можем с этого с этого направления уже уходить сейчас знаете этот фланг будет тонуть торпеда глубоководных и опять блин пришли мы конечно на фланг возможно не вовремя как вы думаете а аляска вспомнил то что у него они нет не будет спинать у него у него может рлс есть да вот только слишком опасно в такой ситуации идти ему вперед блин даже не знаю чё пацаны сделать вообще мы по сути по большей мере мы как линейный крейсер мы это корабль который играет в дамаг до плохо живем если сами себе светим и вообще кошмарно живем если мы становимся фокусом ордера да вот хотел только гопануть потому что мало ли там шезлонг поближе подошел торпедами закинул это знаете чем можно попробовать сделать давай стреляй прям чуечка на торпеды глубоководная иди ты к летшему у меня есть габ я не боюсь им воспользоваться не нам нужна цитадель хотя бы 1 я вот реально очень хочу о о 39 39 пацаны 39 а я о чем говорю вот инка это вот оно самое то есть прям ух монарх просто охренел да такой вышел сейчас вы воюю сказал монарх и закончился такая вот она история ох инка это конечно друзья корабль особенных ощущений и впечатлений мигаешь тоже вон смотрите ого как в ром получили но вперед идти нельзя все 2 ремочки хилочки ну шо попробуем повторить а не дави большая беда у нас с эсминцами в этом бою прям вот уже ужас как то есть мол ругается облизывать скалы дальше но вот не обращает внимание эсминцевод что в принципе то по фрагам то все нормально вели и точки в начале еще были наши нельзя же постоянно идти вперед надо иногда и притормозить и сыграть от дефа что пацаны делать то будем блин ямато до сих пор жив целый орел капец наверно я не лучший фланг выбрал чтобы идти типа вперед ты не лучший момент очевидно не ну их а маги кстати стреляют вообще замечательно ему бы инка наверное зашла бы ну цитадельки а а а с боя можем повторить тут главное подловить момент и все вуаля был минотавр был минотавр нет минотавр кончился минотавр а мы опа опа пропали мы как призрак хе-хе мы бугимэн уууу хе-хе-хе-хе бойтесь нас рельсоходы и картоны всех мастей покараулим еще вот этот вот фланг есть именно надежда что вот айова и ямато все-таки вот сюда вот на и вами пойдут уууу боги мэн опять в норме треть праг ждем ждем и идем кракену хе-хе Ну, хотя ладно, хороший бой Это, конечно, не то, что Такой бой хорошим не назовут Просто были бы эсминцы Более Подкованы С точки зрения тактики Все было бы у нас Просто замечательно Ну, пойду точку Еще одну вот эту все-таки брать Все-таки сдаваться Еще пока рановато Хотя, конечно, надеюсь То, что точку там Будут тоже брать Не, наверное, все-таки самое время сдаваться Где яма-то, интересно Вот, правда Ах, а так было бы здорово, да Хорошо летел Залп Ну, гипотетически Я думаю, шанс Выбить ему цитадель был Если с разбросом Немножечко повезло бы Красивый, да, Ямато? Ах Циркуляция ушел Ну, все, кстати Время у нас просто тупо кончилось Сейчас он выстрелит по Бранденбургу И мы стрельбанем в него В конце концов Мы ему и в носик можем Вжарить Будь здоров Вот, сам тебе Основной калибр Сам себе поддержка Но бой все равно слит Почему? Ну, давайте не буду Я лишний раз проговаривать То, что Излишне рьянные Исминцеводы Которые рвутся Победить Вот прям вот Сию секундочку Они нередко бывают Причиной Супер-быстрых сливов Ну, а на этом все Надеюсь, видео было вам полезно Жмите лайк И подписывайтесь на канал Если это так Особые слова Благодарности Спонсорам с Бусти В особенности Адмиралам Константину Пучкову Параноику Слепу Алексею Гемельянову Чинчипосу Михаилу Рубцову Дмитрию Виноградову И лейтенантам Нантиксу Артему Магмарлину Арнольду Шорти Гоустрайдеру Костику Ташлыкову Ивану Данилко И Уан Фрозенд Эппл Благодаря вам А также другим подписчикам Бусти Канал на ютубе жив Несмотря на выключение Монетизации И продолжит радовать Всех зрителей Новостями И обзорами А на этом точно все До связи И пока-пока